Все. А вам, пожалуйста, не раскачивайте лодку, ни в коем случае. Вообще не думайте. Вот самое лучшее, я вам хочу сказать, не надо не раскачивать лодку, лучше все не думать. Всем привет, как и обещал, видео о нашем справедливом государстве и об отношении власти к людям. Смотрите, какая получается ситуация. Мне постоянно говорят про раскачивание лодки, про то, что зрадофил и все в таком духе. Но давайте я вам сейчас расскажу, а вы сами решите, кто на самом деле раскачивает эту лодку. Итак, появляется информация о том, что глава партии, внимание, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк, есть такая. Вот ее муж, ее брат, 9 мая выехали на машине Toyota Land Cruiser. Вывезли с собой миллион триста тысяч долларов налички, шубы и иконы. Это я называю полный комплект постсоветского чиновника-жлоба. Значит, они это все вывезли и поехали с Украины по зеленому коридору. Соответственно, ничего не задекларировали. Но задекларировали это уже на польской границе. Скажите, пожалуйста, откуда у нее миллион триста тысяч долларов наличными? Пусть просто расскажет хотя бы это. Дальше идем. Вопрос к Зеленскому. Он этого не знает? Знает. Вы думаете, американские спецслужбы об этом не знают? Тоже знают. А потом мы рассказываем, где оружие, где это, где то. Вы услышали хоть один официальный комментарий от кого-либо? Я вам хочу сказать, что в западном мире влево-вправо не так посмотрел чиновник. До свидания, отставка. Причем не по принуждению, а добровольная. Потому что я вам уже тысячу раз говорил, там есть репутация. Там это слово, не пустой звук, в отличие от Украины. Здесь глава партии, правящий, монобольшинство, президентская партия с абсолютным доверием народа по рейтингам, по результатам прошлых выборов позволяет себе такие вещи. Кто-то погибает в окопах, вся страна сбрасывается на все, как мы видим, на все. При этом обзывают гетманцев гусями, хотят ввести новые налоги, это вам нельзя, это вам не надо, за границу деньги выводить нельзя, двойное налогообложение, еще налогов добавить. Короче, все запретить, все добавить, ободрать, обругать. И пожалуйста, семья Елены Шулях в безопасности с таким кэшом. Кто что может сказать по этому поводу? Это кто-то может скажет нормально? Где все вот эти любители позитива, которые мне пишут, дай позитив, дай позитив, дайте мне позитив. Вот послушайте это, напишите мне позитив. Кто-то это прокомментировал? Так это же не я вывез, не я же ехал, это они сделали. Глава партии Слуги народа, третий раз вам говорю, вы вдумайтесь, что это значит какая-то серьезная позиция у нас в стране. Потом НАБУ хлопает в Запорожской области ОГА с обыском совсем, утверждая, что там ведется следствие про торговлю гуманитарных о каких-то нереальных масштабах. Просто какие-то вагоны, контейнеры. Ну короче говоря, явно это миллионы долларов. Кэш какой-то находят и изымают. И тут же уже выходит, что уже как бы все, все проверили, все чисто. Все замялось. Потом появляется информация, что Зеленский давал орден какому-то телеоператору. И тут же этот телеоператор какой-то там в футболке сепаратистской. Про Баканова, главу СБУ друга Зеленского. Тишина. Идет расследование. И тут же в Киеве ходят слухи, что он уже собирается на должность зама Данилова в СНБУ. Зам Баканова, по слухам его лучший друг, опора, кошелек Наумов. Опять же, по слухам, по информации из прессы. Собирается получать в России как бы убежище и наверняка сливать информацию. Это глава внутренней безопасности СБУ. Генерал СБУ. Ну где позитив? Давайте позитив. Давайте поговорим на фоне этих новостей о позитиве. 95 квартал мне показали, там сделал какую-то передачу. Я так понимаю, это было к дню независимости. С шутками там, типа холодильник воруют. Ну короче, все то, что эти сволочи на нашей земле делали. Вы меня извините, мне никогда не нравится юмор 95 квартала. Я всегда его считал жлобским, примитивным и пошлым. И вообще не всегда выезжали на политики. Для меня это знаете как, с кого смеетесь? С себя? Я так не хочу. То есть это как бы собирается полный зал людей и смеется со своей глупости. Как голосуйте 30 лет, как живете 30 лет. Они на этом зарабатывают деньги. Так вот, я думаю, что тема ограбления украинцев, тех страшных преступлений, которые эти негодяи у нас в стране в квартирах, в домах наших людей натворили, про жизни и про изнасилование я вообще уже молчу. Это просто табу должно быть навсегда. Я не знаю, как такие темы можно обыгрывать с юмором, извините. Зато орден получил Кашевой, замечательно. Кашевой, Пекалов, Михаил Ткач. Наверное, тоже просто так выпустил расследование вовремя про батальон Монако. Короче говоря, все у нас сводится как к тому, что было здесь всегда. Но я хочу вернуться к вопросу. Глава президентской партии четко ничего не комментирует. Зайдите в ее фейсбук, посмотрите ее посты. Сердечки, желтоблокытни. Давайте, ребята, я вам один час поздно читаю. Вот Елена Шуляк на фоні техники окупанта военной. Сьогодні на Хрещатюку так, але вірю, наступного дня незалежності ним пройдуть наши герои, які захистили землю, вигнали окупанта. З Днем Незалежності Україна, з Днем Незалежності, наші захисники та захисниці. Дякуємо вам. Саме на такий парад заслуговують окупанти. Нашу незалежність не зламати. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Так, звісно, наші захисники та захисниці захистили. В то час, поки ваша сім'я виїжджала за границу. Скажемо, откуди ця налічка? Пусть скажет Елена Шуляк. Володимир Александрович, реагувати собирається? Не собирається. Як не собирається реагувати на безобразие, яке творить Тищенко? А от ще один красавець із цієї команди Офісу Президента, Кирилл Тимошенко, включив режим Лукашенко. Дати трендюлєї тим, хто вас цим займається. І внести актуальні дані, для того, щоб ми могли прорахувати, скільки коштів потрібно, і їх запланувати. Ну, нічого не заважало в Бучі, в одній із шкіл, швидко зробити ремонт, оновити підвальне приміщення, в якому зроблено об'єкт укриття. Так, у пана Кулеба багато інших ще завдань є, на відміну від Тернопільської області, чи Івано-Франківської, чи інших, які я називав. Тому в мене велике прохання, як обична, в последній момент ми все ділаємо, але треба все зробити, а не тільки на бумагах. Хочет казаться таким же опасным в тактической форме, быть похожим на Владимира Александровича, но сидит на кресле, которое в 4 раза больше него. Это мне напоминает, как люди маленького росту покупают очень большие джипы, понимаете, да, к чему я веду? Еще такая интересная информация, наши великие звезды шоу-бизнеса, вот там Настя Каменских, Потап, уехали с родителями перед войной в Испанию. Теперь это Настя так прощупывает, как же здесь обстановочка, шо, мол, мы ж не убегали никуда и все такое. Ну, ясное дело, шо их предупредили просто-напросто. Ясное дело, шо они не просто так и не случайно выехали. Короче говоря, как всегда, нам все, вам закон. Вон, Еленя Шуляк, все, пожалуйста, и мужчины призывного возраста за границу могут уехать, и наличку не надо декларировать, и вообще не надо происхождение денег показывать. Ну, шубы и иконы я уже прокомментировал, это вообще высший пилотаж. Все, а вам, пожалуйста, не раскачивайте лодку, ни в коем случае, вообще не думайте. Вот самое лучшее, я вам хочу сказать, не надо не раскачивать лодку, лучше всего не думать. Лучше всего всегда полагаться на чиновников, на правительство, на власть. Они умней, они ж в кабинете, они с портфелем, они точно умней, они точно лучше знают. Но только не надо плакать, что там Америка что-то не дает в тех масштабах, или деньги, или задержки, или что это Европа себя так ведет. Понимаете? Не думайте, что тут будет такое бедлам происходить, а там никто ничего не видит. Вы даже представить себе не можете, как работают разведки мира. Еще это не произошло, они уже все знают. Так что, кому нравится, кушайте, пожалуйста, только меня с собой не заставляйте. Я вот это вот жрать не буду, верить в это не буду. У меня совершенно другой взгляд на происходящее. У меня совершенно другой взгляд, как должно быть в Украине. И свою философию я всегда вам, и свои взгляды на жизнь я всегда вам рассказываю. То, что происходит сейчас, это ровно то же самое, что происходило до войны. Так что подумайте над этим. Пока.